В этом году экзамены сдавали почти 6,5 тысяч человек. Среди них выпускники школ, техникумов и колледжей. В 2021-м для получения школьного аттестата достаточно было сдать государственный выпускной экзамен по русскому и математике. Такой путь выбрали 5,6% 11-ти классников. Оставшиеся планируют обучаться в ВУЗе, поэтому сдавали ЕГЭ, обязательный русский язык и предметы на выбор, необходимые для поступления. Самыми популярными из них стали профильная математика, общество знания и биология. А теперь непосредственно к итогам. На 100 баллов написано 99 работ. Четверо выпускников набрали 200 баллов. Лучше всего, и этот показатель не изменен временем, сдали русский язык. Возросло число выпускников, получивших выше 80 баллов. По математике не преодолели минимальный порог 6% участников. По сравнению с прошлым годом у нас это меньше. У нас не преодолевших порог по географии нет. У нас географию в этом году сдали все те, кто на нее заявлялся. У нас с русским языком с обязательным не справилось всего лишь 7 человек. Из них только два выпускника этого года, это школьники два. Имели право пересдать, что они сделали. Около 4 тысяч человек в этом году участвовали в организации экзаменов. Для сдачи ЕГЭ работали 56 пунктов. Не только в школах, но и на дому, и даже в исправительных колониях. За ходом итоговой аттестации наблюдали лично и по видеосвязи. Там и сотрудники присутствовали у ФСИН. На дому у нас также организаторы. Не мама, и ребенок пишет один. Нет, все в соответствии с порядком. Эта мама там может видна была, но были организаторы. 27 человек в этом году не завершили экзамен и досрочно покинули аудиторию в связи с самочувствием. У кого-то давление, у кого-то там сахар поднялся. У нас достаточно много детей, которые имеют какие-то заболевания, но они не захотели указать себе, как дети с УВЗ. На самом деле у нас дети с ограниченными возможностями здоровья, у них есть некоторые послабления, условия другие. Но эти дети пришли на экзамен. Семь человек с экзамена удалены за нарушение дисциплины. Самое распространенное нарушение по-прежнему – помощь друга. Мобильные телефоны. Как и в прошлом году ЕГЭ прошел с соблюдением мер эпидемиологической безопасности в масках, перчатках и с антисептиками. Субтитры создавал DimaTorzok